Ребята, всем доброе утро! Мы сейчас переселяемся в другой отель, тоже очень должен быть хороший. Сейчас буду вам все показывать, конечно же. Он, в принципе, по большому счету, на самом деле, вообще недалеко находится. Даже будем ходить на тот же пляж. Мы просто решили еще один отель посмотреть. Так что сейчас переселяемся. Так, давайте проведу вам сейчас рум-тур. Здесь, получается, зона хранения, зеркало в полный рост, вешалки, полка. Ой, кстати, тапочки тоже здесь есть. Так, у нас четверо, то четыре тапочки. То четыре пары тапочек. Четыре тапочки. В середочке. Шкаф. Солнце просто слишком прикикает. Клет, кстати, смотри, лежит. На балкон вечером выйти, когда проходят, может быть, будет. Вешалки, полотенце. Ой, сколько полотенец. Да я тоже прям отметила, что полотенце. Ну, это, наверное, для лица полотенце. А это пляжные? Это пляжные полотенцы. Сейф есть, кстати. А еще я забыла тоже сказать, что от отеля на пляже. А, с отеля на пляж, лежаки, это все есть. И все это уже входит в стоимость. Еще мне очень Дэри нравится. Вообще цвета номера. Мне очень нравится. У нас двухкомнатный номер. Так, ванная комната. Здесь достаточно большая душевая кабинка. Просторная вообще. Да, прям очень просторная. Удобно, что здесь есть именно для полотенца. То есть не нужно уходить и где-то там полотенце брать. Да. Минут 10-10. Туалет, раковина. Кстати, смотрите, антибактериальная мыло жидкое. На заметку. А гелей тут очень много, смотри. Здесь гели, шампуни. Ну да, здесь есть гели, шампуни. В пузыречках, а есть в пакетиках шампуни и мыло. Да, и фен. Фен, лампочка. Дай включу. Я не знаю, как это включить. О! Все очень легко. Все очень легко. Так, ну и полотенце для ног. Все, идем дальше. Первая комната. Здесь будем спать мы с Миланой. Здесь получаем... Вообще Милана, конечно, забила вон ту комнату, но нет. Но мама сказала, что она очковала. В общем, мы с Миланой будем спать на диване. Это тут спальный диван. С каждой стороны, кстати, есть столик. Тоже очень удобный. Нам его уже расстелили. Если он не нужен раскладной, как спальный, место, можно просто сложить и смотреть здесь, как... Ну, вот гостевая, да, смотреть телевизор. Потому что в другой комнате есть кровать и еще диван раскладной. Ну, там, скорее всего, диван это спальный, а это двухспальный. Так как у нас четверо, то расстелили это. Да. Телевизор достаточно большой, кстати, кондиционер в одной и в другой комнате есть. Чашки-то... чашки, пуф и здесь... Мини-холодильник. Мини-холодильник. Подождите, можно в ту сторону заковать. И тут водичка, да. О, кстати, тут водичка, да. Да, кто-то там стучит. Пойдем откроем. Выход на балкон. Окна, кстати, панорамные здесь. И выход на балкон, и мы смотрим сразу на бассейн. У нас, получается, окна в окне. Многие выносят столик маленький на балкончик. Вот, видишь? Да. Стойлики стоят маленькие. Ну, и пойдем покажу вам еще одну комнату. И здесь вторая комната, двухспальная кровать стоит. Комната очень просторная. Вот это вообще большая комната. Эта комната тоже можно разложить. И сюда получается, в этот номер, пять-шесть человек помещается. Столик. Вот это такие светильники. Верни светить. А ну-ка, включай. Я не знаю, ты папа обратил на это внимание. Включай просто, да. Вон, видите, церк. Не тот. Вау. Да. Выключи основной свет. Выключи мелан, свет основной. А я буду. Ну, это будет в ночь видно, не тот ничего. Да. Это я помню, что мы снимаем. Я люблю такие. Вообще тема, да, Милана? Шкаф получается и туалетный столик. И тоже панорамные окна. И тоже вид. А вид можно держать и смотреть на балбул. Ой, на балбул. На бассейн. Да, я буду отдыхать прямо. В бассейн не пойдешь, да? Ты просто отдыхаешь. Так, а мы сейчас идем на обед. Обед здесь получается. А потом бассейн. До часа и до трех. До трех часа. И диван очень мягкий. В этом отеле лифт. Два даже лифта. Ты посмотри, диванчик может посидеть. Да. Как это садить? На, удобно. Это же такой же диванчик, только чуть-чуть поменьше. Да. Это кресло. Да, это кресло. Ну, с диванчиком. Спускаемся на первый этаж. Ой, слушай, здесь прям такой классный лист. Сторисы поснимать. Кстати, видите, да, очень хорошо. У меня волосы вообще не успевают высохнуть. Они тоже мокрые. Они постоянно мокрые, влажные у меня. Зашли в кафешку. Сейчас будем вам показывать, что здесь есть вкусненькое. Напитки яблочные. Здесь сухарики. Это, как я предлагаю, да, суп гороховый. Ой, какой аппетитный. Я его обязательно попробовала. Суп щавельный. Ну, я его называю зеленый борщ. И бульон куриный. Все такое аппетитное. Брокколи, рыбка красная, картошечка по-деревенски. Я обожаю фрикадельки. Сосиска с капустой. Тоже картошка, фрикадельки, макароны, кукуруза, горошек, фасоль, лук, сыр. В общем, очень много всего вкусного. Вот этот соус очень вкусный. Сейчас с картошкой возьму его. Капуста, морковь, коварцы, помидоры, зелень и фрукты, конечно. Здесь разные десерты. Здесь круассаны, зефирки. Здесь, смотрите, зона, где тоже можно покушать. Здесь вот бар и вот здесь вот, прямо около бассейна, везде можно обедать, завтракать и ужинать. Здесь, кстати, трехразовое тоже питание, все включено. В общем, получается, смотрите, вот эта картошка по-деревенски, а вот эта вот картошка просто какая-то запеченная. То есть это разные картошки. Так, рыбка, картошка запеченная, чесночный соус, брынза и кукуруза. А здесь картофель по-деревенски, кукуруза, чесночный соус, тевтельки и лук маринованный. Вот, в принципе, вот он мой обед. Да, это две тарелки мне. Мама взяла себе рыбу, овощи тушеные и картошечку. Слушайте, очень вкусно картошка и чесночный соус, здесь прям столько чеснока, прям вкуснятина вообще. Рыбка тоже очень-очень вкусная. Я решила еще взять зеленый борщ, ну или суп щавель. Я люблю, я не люблю, да, первое, но если брать у такого вот супчик борщ, то я люблю со сметаной его. Людей, конечно, очень много. Да, людей просто капец как много. Мы сейчас зашли одни из первых, и практически пустое было кафе, но буквально через 5 минут просто наведели. Я хочу сказать, вообще весь отель переполнен. Я сегодня вообще весь день хожу только в топе, в купальнике и в шортах. Это купальник вообще-то нет. Ну да, но мне лень одевать футболку. Все равно все время мы купаемся, то в бассейне, то в море, и мне лень одевать еще поверх футболку. Это и красиво. Еще с упадемом. Моя девочка. На каждом этаже кулер стоит. Чуть-то холодненько налила, налетеплый. Здесь еще сидят, обедают, и здесь вот зона бассейна. Мы идем сейчас на пляж, просто вышли через бассейн. Здесь музыка, детская зона бассейна и взрослый бассейн. Маленькие дети в детском, постаршие или на кругах, то они в взрослом бассейне уже. Лежаки, и там вот еще детская площадка есть. Такой вот отель. Достаточно, кстати, тоже большой, номеров много, и он тоже заполнен весь. А двухкомнатные номера нужно бронировать вообще очень и очень заранее, потому что их разбирают прям супербыстро. Пойдем. Это потом придем, вечером здесь будем купаться. Минка. Ну просто как водопадик такой. Вот она, детская площадка. Смотрите, какая здесь скамеечка. Прикольная. Необычная такая. Мы уже подошли к пляжу и решили подойти на ярмарку. Нет, давайте сейчас, на обратном пути не потом, неудобно будет. Давайте сейчас. Увидели, короче, ярмарку, решили туда сходить, посмотреть, что там есть вообще интересненькое. Здесь вот рядом прям с пляжем аптека. Здесь, кстати, так хорошо тенечек такой. Деревья склонились, и прям это классно идти, здесь комфортно. У нас, на самом деле, сейчас очень жарко. Я не знаю, наверное, градусов 34-35. Прям очень душно, жарко. Но в тенечке прям комфорт. Пеканские косички заплетают. Разные цвета. Разная одежда, шляпы. Все по 500. Рыбка. Картошечка, кстати, раньше она была по 50 рублей, сейчас уже 70. Подорожала. О, здесь халва разная. Смотрите. Единственное, вот она все вот такое вот открытое лежит. Блин, и вон как мухи прям на пани ползают. Ну, как-то не комфортно, что ли. Так, здесь разные аксессуарчики, магнитики, брелочки. Такие вот вообще, смотрите, магнитики. Она по 20 рублей. Такие магниты тоже по 20. Мыло, ручная работа. 150 рублей такое мыло. Арбуз, виноград, дыня. Такое вот мыло 150 рублей. Разные здесь словечки. Здравствуйте. Нет, смотрим. В общем, любое здесь мыло по 150 рублей. Такая вот красота. Даже есть, смотрите, мыло с ракушечками. Вот с такими вот блестящее мыло. И магнитики по 50 рублей. Третье. Такие магнитики. Джима Тебетизи Ванампа. В общем, на самом деле магнитов очень много. А магнитики смотрю. Магнитики. Тут игрушки разные. Вот, кстати, еще мыло. Натуральное мыло. Тоже 150. Сегодня к пляжу приплыли водоросли. Но такая достаточно тоненькая полосочка. Дальше чистая вода. Вон все плавает. Но вот эту вот полосу из водорослей нужно пройти. Вон там вот все заходят чуть-чуть подальше. Там, наверное, поменьше. Но песок капец какой горячий. Просто вообще. Еле по нему дошла до пляжа. До моря. Потому что реально очень-очень горячий. Сейчас, когда ножки у тебя в водичке немножко остыли, то намного, конечно, комфортнее идти по песочку. А то прям обжигал. Мама сказала, господи, ты зачем с телефоном идешь? Я говорю, контент создавать будем сейчас. Сочи прям супер горячий. Ну что такое? Ой, да здесь этих ракушек. Ну, голосик. Ракушик. Ракушик. Пойдем. Папа нашел место. Спуск. Папа нашел спуск, где нет водорослей. Ну, по крайней мере, он так сказал. Вот там у тебя, где все спускаются. А что сделали с Окулой? Все. На, кляже. А здесь вообще тишина. Слушай, такие пляжи пустые, да? Смотрю, вообще пустые. Лика, ты пляжи от этого тела. Что? Я не знаю. А нет отеля там больше. Лика, на ракурс. А не нужна мне ракурс. Говори, на! Я тут буду проходить. Что же? Я знаешь, как тебе предлагаю? Вот просто сразу здесь ложись на круг и поплыла. Я серьезно говорю. А куда ты пошла? В смысле? Давайте, выходим. А потом я должна еще обратно? Я сама. Входим, ой, если честно, не очень. Лягко будет. Ну, нормально. Там, я уверена, дальше чистая уже вода будет. Это вот у берега. Нет, давай. Давай, давай, давай. Здесь уже чище намного. А если там сад? Ой, вот, свадина смотрелась. Пойдем. Это все мама. Это не я. Да, смотрите, дальше идем. И там до сих пор еще не глубоко. Что? Пойдем. Давай. Что? Чего ты боишься? Что? Ой, капец. Тут уже чище намного. Что? Да какой скат? Ой, блин, отсмотрелась. Умников. Пойдем. Что? Она предложила, короче, знаете, на фанатах в тапочках заходить. В песок. А другу это скат. В сапогах? Да. Все, идем дальше. Чем ты делала? Ну, мам. Ну, зачем? А потому что она на самом деле идет просто поснимать. Даже не обучает. Чистая вода. Все, поплыли. Поплыли. Что это было сейчас? Кто мне объяснил? Ай, не чипает. В желтом купальнике, скат. В желтом купальнике, скат. Ты мне что делаешь? Это вообще что? Все. Что? Поднушки. Вот, проволоки. Отходи. Так, это ж ты меня туда и дашь. Ой. Ну, нет, ну, правда чистая. Смотри, не ходишь, какая рвоздь идет. Вообще чистая вода. Вы подожди. Так, я пытаюсь. Я только подожду, подожду. Вон, ну, даже видно. Кайфуши, девочки, мы кайфуем. У мальчики. Смотрите, у нас мам тоже в мальчике. Нет, кстати, кто мальчик, кто девочка. Может, мне писать не очень интересно. Да куда ж ты проволоку, господи. Да не греби ты ногами. У него есть. Ноги просто вверх подними. Быстрее. У меня же памятник. Какие чаечки. Ой, там медуза была. Там была медуза. Вот именно вот здесь немножко подальше от берега, когда отплываешь, к берегу припыла вся грязь, все водоросли. И здесь вода вообще чистая, теплая, вообще кайф. Просто кайф. Мы влазить не будем сейчас. На море так классно. Это в кашу. Это моя нога. На море так классно. Да, все кайфуши. Ой. У нас сейчас в отеле началось шоу мыльных пузырей. И я спускаюсь сюда. Держала сейчас телефон на зарядке, потому что он у меня сел вообще в ноль. Сейчас 15%. Надеюсь, что хватит вам немножко поснимать. Переоделась, кстати, в платье. И накинула парео, ну накидку, потому что плечи еще не супер зажили. Ой, ну посмотрите, сколько здесь вкусняшек. Мама говорит, ты клади, иди показывай и клади. Мне так неудобно одной рукой класть. Поэтому вначале вам покажу, а потом уже покажу готовые тарелки, что в общем в итоге я взяла. Здесь разные круассаны. Вижу круассан с каким-то кремом, разные тортики. Ой, как я это все люблю. Блин, обожаю сладости. Мне на самом деле вот этого одного сэнда хватит. Так, дальше смотрите, здесь овощи, курица, картошечка, курица запеченная, бифстроганов. Да, мы будем на улице. Не пшеничные, курица запеченная, гарнир гречневый. Классно, там пока все заняты анимацией, мы решили мамой с мамой в тишину зайти и поснимать. Просто вам спокойно все показать. Вот такие вот бутербродики. Это салат мимоза, разный соус. Вот этот соус очень-очень вкусный, соус тартар, прям офигенный просто. Ну и здесь овощи и фрукты, нарезанные персики, апельсинки, бананы, разные салатики. Такая вот красота. Так, сейчас буду, сейчас определюсь с ужином и потом вам обязательно покажу. И здесь разные сойки, напиток апельсиновый, напиток яблочный. Я буду апельсиновый, классно, что они именно вот холодненькие, ледяные напитки. Вот это сама она сейчас с шаром. Я, в общем, взяла картошечку, бифстроганый, соус тартар и вот такие вот рулетики. Конечно же, сладости. Вот такой вот торт со сгущеночкой. Какой-то шоколадный тортик. И трубочки две. Ну и апельсиновый сок. Мама тоже взяла разные сладости. Но это мама, папа и Милана. Трубы набирали разные сразу. Милана тут рассказывает, как она учится прыгать. Зона ресепсион такая красивая. Красивые такие люстры. Милана решила еще потанцевать. У нас уже нет силы идти на анимацию. Там сейчас будет еще караоке. Но мы уже сейчас будем монтировать влоги, ложиться спать. Так что на этом всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока. А у нас вот такой вот вид на бассейне. Милана вообще только на самом деле поднялась. Она ходила на анимацию там. В крокодилов играли, да? Во что вы еще играли? Я только в крокодилов. Ты только в крокодилов? Выбивала, я уже прям в конец пришла. Ну понятно. Ладно, всем пока-пока. Ребята, всем доброе утро. Мы сейчас едем на завтрак. На завтрак нужно приходить позже, когда уже все поедут. Тогда тишина и спокойно. Все практически полное. Можно все вам показать спокойно. Так, в общем, на завтрак молоко сгущенное. Джем, йогурт и молоко. Сухой завтрак. Конечно же здесь есть чай и кофе. Некоторые, знаете, боятся приходить попозже. Через час, например, после того, как начался завтрак или обед. Думают, что все разберут. На самом деле, вот смотрите, все полное вообще лежит. Все только поприносили. Так, это я вам показала первая манная каша. Это геркулесовая каша гиетическая. Дальше блинчики. Смотрите, вообще все полное. Запеканто-творожное. Манник, если честно, манник я еще не попробовала. Но я думаю, это что-то на основе манной каши, так предполагаю. Так, омлет. Блинчики с джемом. Вареники. Зардельки говядины. Яйца вареные. И булочки сладкие. Здесь масло, сыр, колбаса, сметана, масло растительное, соевый соус. Разные, конечно же, сладости. Вафельки, мафины, пирожные. Классаны и пряники. Помидорчики, огурчики. Соусы разные. Кукуруза, горошек. Блин, вообще вот кайф так снимать. В тишине никого нет. Буду всегда так приходить. Ну, вот, в принципе, виза. Так, я взяла себе блинчик с джемом. Круассан, я так предполагаю, что здесь какой-то крем будет. Типа маскарпоне, беленький, видите. И запеканочку со сгущенкой. Всем приятного аппетита. Кто кушает вместе со мной? Миланка выиграла сейчас чупик. Искали сокровища. Это было сокровище, да? Чупики. Коробка чупиков. Ничего себе. На этом всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.